Какая цена финансового актива может считаться низкой? 1 цент? 10 евро? 100 евро? А может 300? Это Адмиралс, меня зовут Лембитов. На эти вопросы нет единственно верного ответа. Но сегодня, при помощи метода фундаментального анализа, мы разберемся, как определять справедливость текущей цены финансового актива. В этом видео выясним, как оценить эффективность интересующих нас компаний при помощи мультипликаторов. Специальных производных финансовых показателей. Начнем с роя. Показатели рентабельности собственного капитала. Этот мультипликатор показывает, сколько чистой прибыли за год способен генерировать собственный капитал компании. Чтобы его рассчитать, нам нужно знать значение чистой прибыли из собственного капитала компании. С чистой прибылью все понятно. Данные по чистой прибыли за год публикуются в финансовых отчетах компании. Но что такое собственный капитал? И как его посчитать? Все очень просто. Нужно из общей стоимости активов компании вычесть краткосрочные и долгосрочные обязательства. Их публикуют в ежегодной отчетности. О чем говорит роя? Например, что значит роя 25%? Если роя 25%, это говорит о том, что на положенные 100 евро в бизнес компания генерирует 25 евро чистой прибыли. Это в свою очередь означает, что уровень данной процентной ставки не должен быть меньше, чем ставка по низкорискованным активам, таким как гособлигации. Если роя меньше 4%, это означает, что на вложенный в бизнес 100 евро компания генерирует менее 4 евро чистой прибыли. Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в такой бизнес, когда можно просто положить деньги на банковский депозит и вообще не думать о рисках. В общем случае, можно считать, что долгосрочный показатель роя меньше 4 является нежелательным. Чтобы понять, насколько эффективно компания использовала свои активы, применяют коэффициент роа. Данный коэффициент отражает соотношение чистой прибыли компании к ее активам и рассчитывается по следующей формуле. Значение чистой прибыли за год делим на активы компании и умножаем на 100. Активы компании, также как и в случае роя, можно найти в финансовых отчетах. Очевидно, что чем выше данный показатель, тем лучше рентабельность активов компании. Роя полезно применять при сравнении компаний из одной отрасли и при анализе динамики изменения показателя в рамках одной компании. Важно понимать, что Роа имеет строгий диапазон значений. Роа равная 1% может быть нормой для банков, но будет считаться крайне низким для компаний сферы торговли и услуг. Как правило, показатели рентабельности активов компаний производственного сектора невысокие, так как здесь происходят регулярные затраты на обновление материально-технической базы. На что стоит ориентироваться? Среднее значение мультипликатора в банковском секторе считается хорошим в пределах 1-3%. В сфере торговли и услуг 8-12, так как в этих сферах редко требуется дорогостоящее оборудование. В капиталоемких областях производства, добычи ресурсов значение коэффициента редко бывает больше 1-2%. Высокое значение Роа указывает на то, что компания получает прибыль при невысоких объемах вложений. Как таковых нормативных значений мультипликатора не существует. Единственный критерий – значение должно быть положительным. Если коэффициент принимает отрицательное значение, это говорит об убыточности компании, и должно служить красным сигналом для инвестора. Значение мультипликатора для голубых фишек отличается в зависимости от стран. Среднее значение Роа для крупных компаний США и Великобритании составляет 10-15%. Для стран Европейского Союза примерно 9%, а для Японии в среднем около 7%. Кроме рентабельности активов, полезно оценивать рентабельность выручки. Рос или рентабельность выручки позволяет инвесторам оценить, какую долю прибыли получает компания на каждый вырученный ею евро или доллар. Рос считается по следующей формуле. Годовую чистую прибыль делим на годовую выручку и умножаем на 100%. Эти значения вы найдете в ежегодных отчетах на сайте компании. Данный показатель также полезно применять при сравнении компаний из одной отрасли, а при анализе динамики изменений мультипликатора в рамках одной компании за последние 5-10 лет. Жестко установленных норм для Рос не существует. Он может варьироваться в зависимости от сферы деятельности компании. Можно выделить следующие усредненные значения. Низкая рентабельность от 1 до 5%. Средний показатель 5-20, при котором предприятие может стабильно работать. Высокая результативность 20-30%. Комплексное использование этих мультипликаторов поможет оценить эффективность бизнеса интересующей компании и сравнить ее с конкурентами по отрасли. Перечислим последовательность шагов для того, чтобы правильно подойти к оценке компаний для прибыльных инвестиций. Хороший подход заключается в поиске привлекательных компаний на основе их финансовых показателей, включающих потенциал бизнеса, а также изучение отчетности компаний и итогов продаж не только за текущий период, но и в динамике по отношению с прошлыми годами. Подбор подходящих мультипликаторов, которые помогут понять, почему компания оценивается именно так уже по факту. Всегда помните, что торговля на бирже связана с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому каждый раз подходите к торговле ответственно, и не забывайте ограничивать риск в сделках. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите какие мультипликаторы используете, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!